Буровая лебедка Эта гавань на берегу Апской Губы сыграла важную роль в строительстве ямбургских промыслов и вахтового поселка. Сегодня она сама служит отправной точкой для обустройства и освоения новых северных месторождений. Наша компания сотрудничает не первый год с речпортом поселка Ямбург. Соответственно, мы здесь формируем груза, отправляем на дальние месторождения Тамбейское, Салмановские месторождения, где наша компания ведет, производит работы по бурению скважин. В этом году, как обычно, отправляем ямкостной парк под ГСМ, отправляем в бригадное хозяйство, это жилые городки, котельные. Ну и, соответственно, тот материал, который необходим для производства буровых работ. В прошлом году в порту были проведены дноуглубительные работы. Условия позволяют заходить сюда морским и речным баржам и теплоходам. В ближайшей перспективе здесь намечена модернизация с углублением дна до 8 метров. Сейчас она чуть больше 7 и строительством новой причальной стенки. Работы запланированы в связи с началом освоения газовых запасов российского арктического шельфа. Тенденцию увеличения объемов грузов, отправляемых дальше на север, речники отмечают уже сейчас. В этом году навигация началась у нас, как обычно, в начале июля. Закончится где-то в конце октября. Объемы в этом году у нас раза в 3-4 больше, чем в прошлом году. В связи с освоением Салмановского месторождения, освоение мыс Требогорный, мыс Штормовое. На Салман отправляли очень много термоплиты. Очень большой объем будет разработки, дороги там будут строить. Новое месторождение полностью открывает. До конца навигации считанные дни, а своей очереди на отправку ждут еще тысячи тонн грузов. Несколько десятков стропольщиков, крановщиков, водителей и мастеров работают круглосуточно в две смены. И заказчикам, и речникам хочется, чтобы завезенные в порт оборудование, техника, материалы отправились до пункта назначения, как и было запланировано, по воде. Нелли Харудинова, Денис Курдаков, Ямбург.